Короче, начинаем нашу путешествие в Хорватию, пьяный тур очередной, через Польшу, Чехию, Аминькин, ура, вперёд, вернёмся. А берег ты не снял? Вот наши елики. И наши машины. Серёга, тебя просто в этом году сикарят? Кто у нас будет оператором в эту поездку? Так, ну скажите пару слов для интервью. Ой, всего нам самого наилучшего. Главное, попутного ветра под парусами. И погоды хорошей, без дождей. Сним фото под килтом, да? Под килтом. Ну, совсем уже сегодня собрались. Я тебе это под килтом, это круто. Это вокруг ноги заматывает. Держите, убивайся. А сам? Я сейчас упомяну, оптимизируйте пространство. Очередное наше путешествие начинается 25 июня в 7 часов 0,1 минуту. От 4-го подъезда на улице Свободы, 17. Температура 23 градуса. Ну, это пока 23. Вообще-то в Москве сейчас 28, жарко и достаточно душно. Да, ночью получше. Брызь отсюда быстро, брызь, 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 брызь на просторах. Все, вперед. Мы приехали в город Вороцов. В Вороцов. В Вороцов. В Вороцов. Мы приехали в город Вороцов. В Вороцов, да. Первая покатушечка. Первая покатушка. В Варшаве было плюс 30. И ночью, когда мы гуляли по Варшаве, было очень тепло. И мы видели очень много пьяных поляков, которые просто спали на асфальте в Вороцове. А здесь уже всего-навсего 19 градусов. Летит дождичек. Дождик. Да. Ну, вот едем. Едем в центр. Мы едем по Вороцову. Вокруг вот такие старинные здания. Вот с такими теплыми. Меня догоняют друзья. Вот какие-то фигуры высшего пилотажа. Вот она, группа русские витязи. Пьем кофе. Под перзаня? На борже. Под перзаня? Да. С пирожными из вишни. Пирожными. 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 Хилит. Ну прикольно, у них тут садик, и утки плавают, и можно взять байдарку и поплавать на байдарке. Купили мы тут кофе, который ждали 10 минут, и купили пирожные. Мое пирожное, кстати, вишневое было неплохое, но ребятам как-то не понравилось. Ну ладно, расскажем вам, какое будет чехие пиво потом. Мы рядом с университетским музеем, университетская площадь. И рядом с домом университетского музея вот такой хранитель дома, можно сказать домовой. Мы заселились в хостел в городке Карпач. В гостиницу крутейшую. Вот. Сейчас покажу. Стильная. Где мы остановились. Просто супер. Да, вот целых раз-два-три-четыре-шесть коек. Но заняты будет три. Вот. Больше к нам никого не поселят. Каждому сверху на койке. Поднимались мы очень долго по горам, по долам. Вот. Как будем завтра кататься по этим горкам, непонятно. Не, ну вниз-то мы съедим, но вот обратно. Вот. Серега, твоего велосипеда уже нету. Да, он уже наверху. Вот такая красота здесь. В Елене горе. Возьмем с соседнего балкона. Мы забрались в горку. Еще не совсем, но уже в какую-то забрались. Идет дождик, что весьма остужает и освежает после подъема. Мы провели две замечательных ночи в Карпача. Это юго-запад Польши, близко к границе с Чехией. Паракатали вчера очень хороший маршрут. С небольшим подъемом всего-навсего 300 метров. Некоторым, правда, этот подъем 300 метров совсем не понравился. Я, блин, не Найра Кентано, блин. Ты не Фрум, блин, который штурмует. Такие слова непонятные. Похожи на отмазку. Хостел в здании нас. Замечательный персонал. Отличные молодые ребята. Собака прикольная. Собака с кличкой Бонус. Бонус. Собака с кличкой Бонус. Отлично. Правда, мы ее видели только в первый день. Во второй и третий уже не видели. Сегодня. А, сегодня видели, да? Понятно. Она нас провожала сегодня. Отличное и очень хорошее место. Вот. С кучей всяких разных горок в поселке. И вообще с замечательным чистым воздухом. Редактор субтитров. Корректор субтитров.